Самая громкая международная сенсация, Израиль обнародовал материалы, которые по мнению его руководства неопровержимо доказывают, что Иран обманул мировое сообщество и тайно продолжает разрабатывать ядерное оружие. Эти документы были получены в результате операции Моссада. Все подробности узнаем от Сергея Ослендера. Речь премьера была анонсирована заранее, сразу после экстренного заседания правительства. Все ждали, что он будет говорить об Иране. Накануне израильские самолеты разбомбили в Сирии склад тактических ракет иранского производства. Взрыв был такой силы, что вызвал землетрясение. Но то, что сказал глава правительства, вызвало похожие последствия. Сегодня мы сообщим секретные сведения об иранской ядерной программе. Они содержатся в тайном архиве Ирана, который отрицает, что намерен создать ядерное оружие. А я говорю вам, Тегеран лжет. И еще как лжет. С того момента, как в 2015 году было подписано соглашение по ядерной программе, Иран сделал все, чтобы скрывать свои планы. Жестом фокусника премьер сдернул черное покрывало и открыл два шкафа. Один с папками, другой с CD-дисками. Вероятно, это один из самых громких успехов израильской разведки, которая сумела похитить иранский ядерный архив прямо из Тегерана. Вот что у нас есть. 55 тысяч страниц, 55 тысяч файлов на 183 дисках. То, что вы видите здесь, это точные копии оригинальных иранских документов. Вы, наверное, хотите спросить, где оригиналы? Так я скажу, теперь они в очень надежном месте. Дальше, иллюстрируя свои слова изображениями документов, фото и видеоматериалами, Нетаньягу стал доказывать, что и до подписания ядерной сделки и после ее заключения, Тегеран обманывает мировое сообщество, тайно продолжая свои ядерные исследования. Это называется проект АМАД, цель которого – получить ядерное оружие. Иран скрывает планы проекта АМАД, чтобы получить ядерное оружие. Цель этого проекта – создать такое оружие. Вот что хранится в этих папках. Дизайн, производство и тестирование пяти боеголовок, каждая из которых рассчитана на 10 килотонн для установки на ракеты. Это оригинальная иранская презентация. Не нужно знать фарси, чтобы прочитать эти слова. 10 килотонн ТНТ. Такова цель проекта АМАД. Боеголовки для баллистических ракет мощностью в 5 бомб, сброшенных на Хиросиму. Можно лишь вообразить, что сейчас творится в иранской контрразведке, но реакция официального Тегерана была вполне предсказуемой. Выступление Нетаньягу назвали глупостью и ребячеством. У экспертов мнение другое. Уже и раньше были признаки, что Иран не выполняет свои обязательства перед МАГАТЭ. Во всяком случае, он так и не подписал дополнительный протокол, дающий инспекторам право досматривать любые объекты. Его инспекторы, которые должны иметь право бестерпятственного допуска на все атомные объекты, причем без всякого предупреждения, в любое время, когда я им забыл, грасудиться, в любой точке Ирана, они не имеют никаких возможностей. Отсюда следует очень простой вывод, заключают специалисты. Ядерная сделка была, по сути, основана на честном слове Тегерана не продолжать разработку ядерного оружия. Все материалы, полученные в результате операции МОСАДА, переданы в Вашингтон. Там уже признали архив подлинный. Удобнее момента для Израиля нельзя даже вообразить. Меньше чем через две недели, 12 мая, президент Трамп должен принять решение о судьбе договора с Ираном. Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Субтитры создавал DimaTorzok